Всех приветствую на своем канале. Поступила у меня тут на днях запрос в личку ВКонтакте на реакцию или что-то в этом роде. Ну, в общем, я так поняла, мне надо записать мою реакцию после просмотра клипа корейской группы Blackpink. Я не помню там, как у них там на английском, вообще не помню. Хотя потом вот кусочек, где будет понятно, как она песня называется, я так поняла, что она какая-то офигеть популярная группа, судя. По официальной странице, официальному каналу, наверное, лучше сказать, на YouTube там что-то 3 из чем-то миллиона подписчиков. И песня оказывается в переводе на русские названия, как если бы это был твой последний, не знаю, шанс. Вот, я честно забила в поиск YouTube сию группу и даже посмотрела видео 3, наверное. Вот это вот самое верхнее, я так понимаю, что был клип на официальной странице этой группы Blackpink. Потом танцевальный какой-то клип и еще какой-то смотрела там что-то по типу. Они говорят, иногда поют. Когда я искала уточнить тех, кого они мне напоминают и какую конкретно песню, посмотрела еще какую-то версию этой песни и этих Blackpink. Как я поняла, это кей-поп-ки. Меня дозвонил телефон. И место лжак. Хотя у меня вроде открытофорчик. В общем, я как поняла, кей-поп, 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 корейский поп. По мне, так это конкретно R&B. Хоть его там негры поют, хоть его корейцы поют, хоть его русские поют, не знаю, русские вообще поют R&B. Хоть его, кто бы его ни пел, он и в Африке R&B. Как его ни обзывай. Ну, если сейчас популярно как-то выделять эти вот национальные течения, вот корейцы докатились до R&B. Ну, ладно, пусть будет кей-поп. Я про него слышала. Мне говорил, кажется, про него еще наша бывшая бета. Год с лишним назад, когда мы с ней в скайпе трендучались. Стабильно так. Она получалась так, что она стабильно мне названивала скайп. Скайп у меня будущий на компе, на котором Линукс, осевушкой, у меня там, в общем, он показывался, будто я онлайн. Но на самом деле я не была не онлайн. Ну, в общем, видать, она пару раз потыркалась на оффлайн. И как-то у нас с ней общение в личке скайпа ушло на нет. Она мне как раз про кей-поп, по-моему, говорила. Еще кто-то мне говорил, с кем-то я переписывалась. Ну, кто-то из подписчиков мне бумажные письма писал. Кажется, девочка Катя, что-то у нас там все оборвалось. Она мне еще пару обезьянок рисовала. Но я думаю, она, наверное, меня уже не смотрит. Ну, вроде как школьница. То есть он. И она мне тоже что-то скидывала. Какие-то группы, ссылки, клипы. Я уже не помню. Это год с лишним назад уже было. Я не запомнила. Но, в принципе, я люблю R&B, я люблю хип-хоп, я люблю рыб. И я люблю индийские фильмы. Я люблю азиатские фильмы. Я люблю индийцев. Я вообще люблю азиатов. Соответственно, и корейцев, и японцев, и китайцев, и индийцев. И, в принципе, мне клип понравился. Я не читала про эту группу вообще ничего. Я про нее узнала вот только на днях. И вообще, почему-то думала, что это мальчики будут. Оказалось, 4 девочки. Девочки симпатичные. Как я уже говорила, я люблю корейцев и всех таких вот азиатов. Танцы. Вот честно, вы как хотите, но по мне это конкретный Майкл Джексон. Он это начал, а потом все подхватили. Танцы Майкла Джексона, я думаю, представляете? Тот же самый R&B, тот же самый брейк-танцы. По-моему, это смесь индийской музыки с негритянскими этими шаманскими плясками. В общем, я, в принципе, люблю такую музыку. Я люблю такие танцы, и я люблю дискотеки с такой музыкой. И когда у меня получалось иногда в моей жизни выходить на эти дискотеки, если там была такая музыка, то я, соответственно, примерно так и танцевала. В чего вводила где-то две трети составляющих в какой-то афиг. Ну, знаете, бывают люди, которые ржут над тем, чего не понимают. Ну, например, такая реакция была. В общем, мне понравился клип. Мне понравилась музыка. Ну, я как бы музыку все-таки люблю слушать, а не смотреть. Я вообще не понимаю клипы. Вот если я не знаю, о чем песня. Мне кажется, потому что клип это вот какой-то сюжет по песне, и вот этот сюжет должен отображаться этим клипом. Так как я вообще не в курсе, о чем они там поют, то просто вот это подергались, там где-то что-то, то сейчас вспомнились почему-то клипы Эдга. Я вот люблю группу Эдгой, люблю Тоби Саммитом. Я рисовала раньше Тоби Саммита. И как-то мне попались о клипе. Я не помню, о чем там эти песни были. Вот тексты хотела посмотреть, потому что интересно. Чаще всего даже в русских песнях, вот просто сужу по русским песням, как-то музыка с сутью клипа, сама суть песни с сутью клипа как-то по отдельности идет. Ну, чисто такая ненавязчивая. Почему-то аниме вспомнилось. Какой-то такой вот, я начинала смотреть, по-моему, Идолмастер, спинка нашего япониста. Потом еще какой-то такой девчачий, некий-некий, Кэйон. Не знаю, какой-то такое аниме там, я первые две серии, наверное, посмотрела, у меня где-то в великих моих закладках анимешных висит. Вот эти вот ваши поющие принцы, еще что-то такое, такие ассоциации. Ну, вообще, вот почему-то мне эта песня четыре раза прослушала. Она мне конкретно так, вот где-то с некоторых там нот, с некоторых там секунд, может, со второй минуты. Хотя, по-моему, сама три, что ли, чем-то минуты. Она мне напоминает песню одну определенную, про которую я вот в начале видео уже говорила. Булзонга, Пусикет Долс. И сейчас буду его вспомнить Снукидок Каца. Вообще, какая-то тогда историческая. В 2007 году, помню, я ходила на разливчик, разлив нашего форума, и у меня подружка тогдашняя выиграла дитс с этими Пусикет Долс. И вот там бонусом был как раз такой этот клип. Я посмотрела его специально. Я понимаю, что это вообще как-то, возможно, день и ночь. Но это все тот же R&B. И мне почему-то вот они конкретно вот этим своим припьем напоминают именно эту песню. Хотя, сдается мне, что, возможно, там вообще ничего общего нету, но чисто моя ассоциация. Вообще, наверное, надо было посмотреть, как выглядят эти реакции на Ютубе. Но у меня, как обычно, времени нет. Я думала, что вот этот видос запишу не раньше, чем через 2 недели. Но что-то вот перед садом ткнулась. Уточнить, что там такое от меня хотели, сбила в Ютуб, увидела, поняла, что это девочки, а не мальчики. Я решила глянуть. Не, были бы мальчики, в принципе, я не против. Ни мальчиков, ни девочек. Я какой-то клип мальчиков, какой-то там группы кей-попной смотрела год назад. Вот мне что интересно, я-то уже в таком танке конкретном, информационном, а какой-нибудь корейский симпопауэр существует? Если такое всякое бывает, ну, раньше-то я тащилась по финскому металлу. Видел-то, я понимаю, не об этом. Как бы мое мнение, я думаю, неважно. И что я там такое, по какой теме я тащилась. Но если есть корейский симпопауэр какой-нибудь, да, я бы постучала, ознакомилась бы. Еще я так поняла, что от них школьники тащатся. Они там, это, типа, школьная форма, или что-то такое на них там было. Вот в одной из вариаций клипа. Я даже в каком-то клипе прочитала их имена. Представляете? Я, правда, запомнила, что одну из них звали Роза, остальных троих вот в одно ухо влетело, в другом глазу не задержалось. И что? Вообще не знаю, как реакции выглядят. Я так понимаю, что реакции это тупо отзыв, манение, только типа популярно обзывать это реакцией. Ну, волосы дыбы у меня не стали, как-то это, кожа цвет не поменяла, глаза тоже формы не изменили. Ну, то, что я люблю индийскую музыку, индийские песни, индийские фильмы. Мне почему-то вот именно индийские современные фильмы напомнило. Ну, как-то так. В общем, если я хоть чуть-чуть там это к теме приблизилась, то я рада. Если вы оселили это еще до конца, то вы это, герои. Всем спасибо за просмотр и пока.